История обмана началась со звонка по телефону от неизвестного. Сейчас я вам представлю племянницу. Слышу женский голос такой, плаксивый. Тетя Надечка, со мной случилась беда. Спрашиваю ее, какая беда. Сама я назвала ее имя-то, Лариса. Голос плаксивый, так похоже. Она мне говорит, ты знаешь, я переходила сегодня дорогу в неположенном месте. И меня избила машина. Вот, ну у меня случилась так, губа порватая и какие-то там еще с головой что-то. А вот та женщина, которая меня избила, не знаю, она жива, не знаю, нет. С ней беда случилась. И вот ей, Надечка, помоги-то мне. Я ее спрашиваю, Лариса, а чем тебе помочь? Она, ты сколько можешь мне дать денег-то? Ну и отвечаю, ты знаешь, вот все, что у меня есть, это 200 тысяч рублей. Далее злоумышник попросил собрать вещи для племянницы, которая якобы находилась в больнице. А забрать посылку должен был таксист. Когда маловодитель, сейчас придет к вам водитель, вы с ним не разговаривайте, вы соберите ей в больницу вещи. Пододеяльник, простыню, наволочку и полотенце. И говорит, а вот эти деньги вы положите. Водитель не знает о них ничего, чтобы он не знал. Это только секрет у нас с вами. Положите эти деньги в какую-нибудь вещь. Заказ на доставку водителю такси сразу же показался подозрительным. Сомнительного вида пакет, полученный из рук пенсионерки, нужно было отвезти из Балакова в Саратов. Мне поступил заказ по Яндексу такси, так как я являюсь перевозчиком, с одного адреса на другой адрес перейти посылку. Клиент позвонил, представился Ларисой, надо было достать посылку. Позвонил, откуда забрать квартиру, номер, адрес полностью назвал. Вот, приехал, получил посылку, была пенсионерка, бабушка, в пожилом возрасте. Получил от нее посылку, мне дали данные, куда отправить посылку. Заглянул в посылку, уже в машине сидя, там находились постельное белье. У меня сомнения были. Решил поставить еще посылки. Посылки были денежные средства, в крупном размере. Решил обратиться в прохранительные органы. Благодаря водителю такси, которого злоумышленники попытались использовать вслепую в качестве курьера, деньги мошенники так и не получили. Уже сейчас все сбережения возвращены 83-летней пенсионерке. Схему, по которой работают мошенники, можно назвать классической и хорошо известной. Бабушки, поднимая трубку, им сообщают о том, что на телефоне находится сотрудник правоохранительных органов и сообщают о том, что их близкий родственник стал участником дорожно-транспортного происшествия. Соответственно, данная новость немного, скажем так, будоражит потерпевшего. И он уже начинает, соответственно, попадаться на ловки мошенников. Потом передают трубку псевдородственнику, который сообщает, что он стал участником ДТП. ДТП было совершено по его вине. И чтобы родственника не привлечь к уголовной ответственности, необходимо, соответственно, возместить причиненный материальный ущерб. И необходимо передать крупную сумму денежных средств. Покажите этот сюжет родным и близким, особенно преклонного возраста. Будьте настойчивы и попытайтесь их убедить не разговаривать по телефону с неизвестными и не передавать денег незнакомцам. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.